Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Рассказали о героях своего времени Терминаторе и Рокке. В детстве Арнольд Шварценеггер всегда находился в тени своего старшего брата. У Сильвестра Сталлоне были проблемы с речью, но повзрослев, они стали звездами кино благодаря спорту. Приходится мотивировать ребят, чтобы они как-то развивались сами, занимались в своих же даже, пускай домашних условиях. Достаточно просто уделить внимание турнику, это спина, отжимания, это грудь, приседания, это ноги. Братья Филатова, Александр и Евгений тоже пошли по спортивной тропинке. Неоднократно побеждали на турнирах по бодибилдингу, силовому троеборью и русскому жиму. Теперь решили рассказать подросткам, что нужно делать, чтобы достичь спортивных вершин. Школьники заинтересовались и на деле доказали на мини-турнире, что они достойная смена сегодняшним атлетам. Надо долго и упорно тренироваться, наверное. Чтобы нарастить такие мускулы, силу воли иметь в то же время. Надо побольше заниматься спортом, чтобы быть спортивным, чтобы нравиться мальчикам и чтобы держать себя в форме. В школе преодоления со спортом дружат футбольная команда и лыжники, призеры областных соревнований, гольфисты, финалисты городских турниров. У нас в учреждении реализуем программу культуру питания, то почему бы нам не говорится о культуре тела. Я посмотрел сегодня на выступления этих ребят, думаю, да. И даже если мы бежать будем на встречу друг к другу, мы не встретимся никогда в плане формирования такой фигуры, как у них. Но к этому надо стремиться. Стать чемпионом бодибилдером – большой труд, но сдать нормативы готов к труду и обороне может каждый в отдельно взятой самарской школе. Подростки готовы заработать золотые значки ГТО. Мегаладовцы Игорь Кононов и Даниил Иванов на втором этапе личного чемпионата мира на Алматинском Медео по разу поднимались на высшую ступень пьедестала почета. В итоге тольятинцы закрепились в тройке лидеров. Иванов и Кононов делят вторую и третью строчку турнирной таблицы. У них по 65 очков. На первом месте с 69 баллами пока Дмитрий Колтаков из московского ЦСКА. Впереди еще три этапа мирового чемпионата по спидвею. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.